Добрый день! Популярность спиннеров давно прошла, но головоломки на их базе остались. Есть три основных типа. Это четырехугольная, пятиугольная и шестиугольная версии. Модель с четырьмя углами равносильно обычному кубоиду 3х3х1. Подробное обучающее видео уже есть на канале. Спиннер с углами очень похож на призрачный флоппи куб. Собираются они примерно одинаково. У шестиугольной версии аналогов пока нет. Эта модель выпущена компанией Diansheng. Называется Six Petal Fidget Finger Trip 1х3х3 или просто шестиосный флоппи куб спиннер. И в этом видео я расскажу, как эта головоломка собирается. Сравним строение шестиугольного спиннера с четырехугольным. В центре есть механизм спиннера и он находится на элементе, который имеет цвет. С одной стороны белый, с другой желтый. Непосредственно к центру у четырехугольной версии примыкают вот такие ребра. Аналог на шестиугольный это такой треугольничек. В чем разница? Здесь белый цвет и здесь белый, здесь желтый и здесь желтый, но здесь цвета нет. Красный цвет у четырехугольного, а у шестиугольного только две наклейки и боковой цвет отсутствует. На углах у четырехугольного четыре цвета и у шестиугольного тоже. Но правда наклеек чуть больше, хотя цвета повторяются. Доступные вращения. На четырехугольном можно вращать вот так, на шестиугольном такое вращение тоже доступно. На четырехугольном можно повернуть грань под 90 градусов и вращать следующую. И Голомка будет терять форму. Здесь такое движение невозможно, конструкция не позволяет. А значит собираться будет проще. В итоге мы получаем, что шесть ребер, вот эти треугольнички, все одинаковые, неважно с какого места начинать собирать головоломку. Будем ориентироваться на цвета углов. В перемешанном виде выглядит примерно вот так. Продолжает вращаться. Белые, желтые цвета, ну и по бокам какие-то. Я покажу два способа, как можно собирать этот однослойный кубой. Для начала нужно понять, какой цвет находится перед нами. Определяем это по центру. Он белый. Далее берем любой белый уголок. Вот этот. Смотрим, какой у него цвет здесь. Зеленый. Ищем еще один уголок, у которого есть зеленый цвет. Он находится здесь. Вот первый зеленый, вот второй зеленый. С правой стороны постепенно перемещаем его ближе. Два зеленых рядом, все хорошо. Следующий цвет красный. Значит рядом должен ставить угол с красным цветом. Ищем его. Находится здесь. Постепенно перемещаем к своему месту. Вот уже три элемента стоят правильно. Здесь цвет синий. Ищем синий элемент. Он находится здесь. Видим, уже все углы по цветам друг с другом совпадают. Но некоторые ребра стоят неправильно. И мы видим, что два ребра неправильно развернуты. Должен быть белый цвет, а здесь желтый. Если мы не просчитываем заранее положение ребер, то желтых может быть и больше, но всегда четное количество. Два, четыре или шесть. Одновременно мы можем развернуть два ребра. Если эти ребра находятся не рядом, то придется развернуть это и это. И потом два вот этих. Как мы это делаем? Чтобы развернуть два вот этих ребра. Вращаем одно, потом второе. Опять первое, снова второе. И еще раз первое и второе. В итоге развернулось это и это. И два неправильных ребра встали рядом. Углы при этом положение свое не меняют. Разворачиваем вот эти. Вращаем. Один раз каждая. Второй раз. И третий. Все собралось. Если нужно развернуть четыре ребра, мы разворачиваем сначала эти два, потом эти два. Если нужно развернуть два ребра напротив, делаем это в несколько этапов. Сначала разворачиваем эти два, потом эти два. Раз. Два. Три. Теперь эти два. Один. Два. Три. И нас остается развернуть два ребра рядом. Также трижды поворачиваем каждое. Один. Два. Три. И все собирается. Любое количество ребер можно развернуть этим алгоритмом. Собирать можно с любого цвета, но я покажу только с белого. С желтого будет то же самое. Покажу второй способ, где нужно просчитывать чуть больше. Для начала нам нужно найти два белых ребра, которые стоят рядом. Ну вот одно белое, рядом с ним желтые. Одно из них развернем. И вот получится два белых ребра. Иногда они сразу бывают. Дальше между ними надо расположить какой-нибудь белый угол. Сейчас они все желтые. Берем какой-нибудь и ставим вот сюда. Если на соседнем месте желтый угол, то когда он перейдет сюда, он станет белым. Но при этом развернется ребро. Нам так не нужно. Надо чтобы и ребро было белым и угол. Для этого мы отведем уголок пока в сторону. Вот сюда. Развернем ребро. И на это место поставим уголок. Возвращая ребро на место, мы получим то, что нужно. Два белых ребра и между ними уголок. Дальше продолжаем как и в первом способе. Здесь оранжевый. Ищем еще один оранжевый угол. Он находится вот здесь. И его в одно движение можно поставить вот сюда и цвета будут совпадать. Но при этом белое ребро развернется. А значит, мы перед тем, как разместить угол вот здесь, развернем вот это ребро. Он мог быть и дальше. К примеру, где-то там. Сначала разворачиваем ребро. Соседнее с первыми двумя. Ставим рядом с ним угол с нужным цветом. И возвращаем все на место. В итоге получаем два угла одного цвета и три белых ребра, которые совпадают с углами. Продолжаем. Здесь серый. Нужен тоже серый. Ближайший серый находится здесь вот далеко. Проверяем, что это соседнее ребро желтое. И к нему подводим угол с серым цветом. Если бы здесь был не желтый, мы бы ребро развернули предварительно. Ставим. Все получается хорошо. Следующий цвет фиолетовый. Ну, здесь уже элементов осталось мало. Разворачиваем. И все получилось. Иногда бывает, что на последних этапах здесь все равно остаются желтые ребра. К примеру, вот так. Но это бывает, когда углы сами встали на место. В таком случае мы просто не стесняемся и разворачиваем их традиционно. Два соседних. Вращаем одно. Потом второе. Опять первое. Второе. И третий раз. И все. Собирается. Также бывает такое, что за пару движений все углы становятся на места. И нам остается только разворачивать ребра, как в первом способе. Покажу пример сборки для закрепления. Способом, в котором нужно чуть больше просчитывать. Нам нужно два белых ребра. Вижу пока одно. Но если развернуть вот это, у нас между двумя белыми ребрами сразу появится белый уголок. Это удобно. Смотрим сюда. Здесь красный цвет. Нам нужен угол с красным цветом. А вот это ребро должно быть пока желтым. С красным цветом здесь подводим и разворачиваем. Получаем вот уже два угла правильных. Но здесь еще третий я сам с собой собрался. Дальше. Цвет синий. Сюда нужен синий уголок. Он находится вот здесь. А если его сразу сюда поставить, то по цветам совпадет. Но здесь будет желтое ребро. Поэтому сначала я отведу его назад. Вот сюда. Разверну ребро. Потом верну уголок. И поставлю все на место. Вот теперь все совпадает. Ну как я и говорил, часто бывает такое, что углы здесь сами соберутся. И осталось два желтых ребра. Проще всего их на месте развернуть. Ну вот и все. Это наверное наиболее простой спиннер кубовит. Версии у которых 4 и 5 углов собираются сложнее. Но здесь можно собирать по-разному. И от этого становится сборка интересней. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.